Дорогие друзья, добрый день! Вы смотрите передачу «Казахстан и мир» на общественном радио «Радиометрикс Казахстан». С удовольствием хочу представить вам нашего гостепередачи. Это Женбек Арынов, постдокторант Школы государственной политики Назарбаев университета. Женбек, приветствую вас, добрый день! Приветствую, спасибо за приглашение. Ну, несмотря на молодость, Женбек Арынов не нуждается в представлении. Женбек Арынов, скажем, выпускник той же школы, что и большинство известных в Казахстане экспертов и дипломатов, он выпускник факультета международных отношений, казну имени Альфа-Араби, закончил бакалавриат, магистратуру. И, кроме того, Женбек Арынов является стипендиатом Булашак, успешно завершил PhD-докторантуру в престижном британском университете Сент-Эндрюс. Поздравляю вас, и уже после этого, кроме того, успел поработать в двух мозговых центрах Казахстана, включая известный нам всем институт мировой экономики и политики при фонде первого президента Ельбасы. И сейчас поступил и работает в постдокторантурии Назарбаев университета. Женбек, одним из первых вопросов, я вот смотрю, что в целом вы выпускник той же школы подготовки международников в Казахстане, и, скажем, стипендия Булашаха и обучение за рубежом тоже не является новым. Я помню, что в 90-е годы многие вывесники факультета международных отношений Казунина и Фараби, и, скажем, других аналогичных факультетов в Казахстане поступали за рубеж. Но все же, тем не менее, хотелось бы вас спросить, чем сейчас отличается, скажем, исследовательская культура у нас и за рубежом? Все же, на мой взгляд, я думаю, что я вижу определенные различия в подготовке и в целом, ну, может быть, я назову это «general shit gap», да? Но, на мой взгляд, я думаю, что есть некая отличная черта, которая отличает, скажем, исследователей и экспертов вашего поколения от, скажем, предыдущих выпускников, от предыдущего поколения экспертов. Очень, как бы, хороший вопрос, в то же время сложно. Мне сложно ответить, в чем отличие, но, насколько я знаю, да, вот, как это, я не знаю, примерно 10 лет назад вроде бы казалось, что у нас затишье, да, что не появляется, ну, до сих пор об этом говорится, что не появляются новые лица. Вот те эксперты, которые сформировались в 90-х, либо в начале 2000-х, они до сих пор, как бы, продолжают выступать по, как бы, актуальным темам, политическим, экономическим, по социальным темам, а в то же время никак не видно вот новую, как бы, молодежь, да, которые, вот, выросли в хороших экспертов. Я не знаю, в чем отличие в подготовке кадров, но, мне кажется, сейчас просто, скажем так, у нас, у молодого поколения больше ресурсов, больше доступа к информации, больше доступа к хорошим аналитическим материалам, больше доступа к образованию за рубежом в Казахстане. В этом плане, мне кажется, у нас, наоборот, сейчас есть все условия, чтобы, как бы, развивать себя, как бы, развиваться как эксперты. В то время, мне кажется, лет 20 назад это было, скажем так, довольно трудно, потому что, опять-таки, это, как бы, академическая структура, да, которая все это позволяет, там, книжки, те же библиотеки, те же доступ к тем же академическим или научным, скажем так, базам. Всего этого не было. Также, мне кажется, очень мало было тех готовых уже в то время экспертов, которые могли бы показать, как бы, путь, да, могли бы что-то где-то указать и в этом плане помочь новому. Мне кажется, в этом плане то, что, которые, вот, большие имена, которые мы сейчас имеем, это более старшее поколение, они люди, которые сделали себя, как бы, исключительно сами, мне кажется. Иногда энтузиазменно, иногда, как бы, упорство, да, чтобы там работать. А сейчас в этом плане у нас очень много, как бы, возможностей всяких, но в то же время, как бы, мне кажется, еще у нас рынок еще такой маленький, что, вот, опять-таки, нам есть куда расти, нам есть где развиваться, нам есть, как бы, у нас есть нужда в обществе, там, со стороны государства, со стороны других. Вот, смотрите, вот вы говорите, что у нас больше, что у молодого поколения больше возможностей, да? И в целом, вот, согласитесь ли вы с тезисом, что в целом, вот, скажем, научное сообщество Казахстана, экспертное сообщество, оно, по большому счету, открытое сообщество. То есть оно не носит закрытый характер, никто не закрывает доступ, ну, не только молодежи, никто не закрывает доступ, скажем, зарубежным экспертам, которые могут также свободно участвовать, да, в исследовательской, в экспертной жизни. И главный здесь все-таки принцип меритократии, да, принцип все-таки заслуг, личных заслуг, да, работоспособности, скажем, умения все-таки грамотно влиться в эту среду и продемонстрировать свои знания. Но в то же время, вот, возвращаясь к вашему тезису о том, что больше возможностей, тем не менее, у меня создается впечатление, что я вижу достаточно много молодых экспертов, которые вливаются, но они так же легко и, скажем, вымываются из этой среды. То есть, молодые эксперты, может быть, ну, разные есть причины, но тем не менее, я вот, когда смотрю, наблюдаю за деятельностью наших государственных аналитических структур, независимых, частных, и тем не менее, я вижу, что молодежь очень быстро уходит, покидает. Вот даже ваш личный пример, да, вы поработали в известном мозговом центре, и тем не менее, вы предпочли дальше продолжить свою работу в другом месте. Вот этот пример в целом показателен, да, для ваших ровесников, пирс, и возникает вопрос, что мешает, почему. То есть, погоня это, скажем, за длинным рублем, да, как раньше говорится, там, в поисках именно финансовых, других стимулов. Что не хватает нашим структурам? Корпоративная культура, или, вот, почему старшее поколение, вот, может быть, из каких-то, ну, других они, особенностей, они остаются, а молодежь все-таки уже ищет для себя некие другие способы самореализации. И это очень печально. Мне кажется, я могу для себя сейчас, как бы, обозначить три, там, фактора, да. Первое, то, что вы упомянули, это финансовый аспект, это нельзя отрицать, потому что, как бы, все мозговые центры, они либо сосредоточены, либо в Астане, либо отчасти в Алмате. Да, это, по сути, очень, скажем так, недешевые города для жизни. И для молодых людей, у кого, скажем так, нет собственной жилья в этом городе, которые вот только что создали семью, для них финансовый стимул тоже, как бы, играть не последнюю, как бы, важность, да, иметь не последнюю важность. Это один, может быть, аспект. Другой аспект, мне кажется, вообще, молодежь сейчас, она мобильна. Если до этого, допустим, я по своим родителями, либо, как бы, по старшему поколению могу судить, что вот некоторые могут, там, могли, или до сих пор, там, сидят по 20 лет в одном месте, да, в одной организации, по 10 лет, по 15 лет. Сейчас это не совсем, как бы, актуально, потому что нужно все время развиваться, нужно все время, как бы, искать какие-то новые вызовы, новый опыт. В этом плане, да, поработал там пару лет, там, 5 лет максимум, потом нужно уже как-то, мне кажется, уже менять, скажем так, направление для него, менять атмосферу, скажем так, где работаешь. Это может тоже быть фактором. Третий фактор, лично, который вот у меня коснулось, это то, что в мозговых ценах, я поработал один год в МЭПе, получается, я после того, как окончил университет, я никогда не хотел работать в госструктуре. Это было, как бы, мое сознательное решение, не идти никогда в государственную структуру работать. Почему? Потому что мне казалось, что всегда эта работа, скажем так, однотипная, когда у тебя нет времени на саморазвитие, на чтение каких-то, я не знаю, литератур, каких-то новых исследований. А там ты просто, ну, не то, что просто, это тоже важная, как бы, часть, кому-то это нравится. Мне никогда не нравилось вот тот аспект именно. И когда я вот приехал в МЭП, получается, год поработал, там был замечательный коллектив, коллеги, у кого я там много чему научился, там очень много хорошего, но в то же время меня это сковывало. Получается, там график такой жесткий, как в государственных структурах, что вот ты полдевятого уже на работе сидишь, а выходишь после шести по графику, у тебя, если где-то что-то выходит, где-то что-то, если идет какая-то интересная конференция, где ты хотел бы выступить, либо просто послушать, вот вряд ли получится, как бы, выйти, потому что есть, как бы, рабочие обязанности, которые ты должен выполнить в течение меня. Вот это меня вот сильно, скажем так, не устраивало. Поэтому это был тоже такой, ну, это, может быть, тоже отчасти это мобильность, может быть, да, что вот лучше, как бы, я сам по себе буду работать, ну, для себя в то же время, как бы, вот, мне кажется так. Как вы думаете, это в целом, ну, это, скажем, лично ваша ситуация, да, Женина, или все же это черта, которая характерна для, скажем, всех выпускников программы «Волошак»? Вы же знаете, что у нас любят обсуждать эту программу, ее эффективность, но я помню, что в процессе дискуссии именно звучало, что, скажем, что корпоративная культура, которая царит в наших госорганах, как правило, она малосовместима с тем, да, образованием и, скажем, с тем жизненным опытом, с той жизненной свободой, да, скажем, более свободным самоощущением мировоззрения человека. Так ли это? И как, в целом, как это улучшить? Ведь это… Нет, в моем случае это 100% так, потому что я потратил последние, где-то, 4 года, которые я вот обучался в Великобритании, я был предоставлен сам себе. Я мог там проснуться, я не знаю, в час днем, но работать где-то до утра, скажем так. Никто надо мной никогда не стоял, даже супервайзеры, да, твои руководители, они тоже как бы раз в месяц с ними встречаешься, и все, на этом все, как бы ты сам по себе работаешь. Это получается, как бы ты привыкаешь к этому. Потом, когда ты приходишь в какую-то организацию, вот тебе говорят, что вот такой график, что вот такие вот, скажем так, внутренние какие-то требования, там, правила, это очень сложно сразу подстроиться под новую реальность, да, скажем так. В моем случае это было так. С другой стороны, опять-таки, то, что вот, не только, мне кажется, это касается именно Балашакера, да, который отучили за рубежом, но это как бы мобильность вообще, мне кажется, присуща вот к нашему поколению. Это, я не знаю, это хорошо или плохо, что вот, да, вы с одной стороны, там, как бы, да, когда человек меняет работу, как перчатки, там, каждые два года, это кажется не совсем уместным, это, как бы, может свидетельствовать о том, что человек не может работать в одном коллективе так долго, ну, как бы, такие вот негативные аспекты, да, но с другой стороны, мне кажется, что это, как бы, уже новая реальность. В той же Великобритании очень часто, как бы, меняются работы, и если человек, как бы, сменил работу или бы, там, ушел куда-то, это, как бы, воспринимается уже нормально, а не как признак того, что человек плохо приспосабливается к окружающим. Ну, смотрите, представители, скажем, ну, даже не моего, более старшего, чем поколение, они могут вам возразить, они могут сказать, что вот пока молодой надо работать, именно как раз в этом возрасте, вот куется, там, характер, молодой, как эксперт, да, там, молодой сотрудник должен пройти через все, некую пройти кузницу кадров, когда он утром приходит, и чуть ли не ночует на своем рабочем месте, и в таком ритме несколько лет, и вот только после этого из него получится толк, как раз он своим отношением к труду покажет себя и так далее. Ну, вот так, скажем, учили то поколение, эту школу отчасти прошло наше поколение, но получается, что принцип был такой, это ты должен показать работодателю, какой ты есть, а вот когда я слушаю вас, да, и когда я слушаю сейчас молодых специалистов, ну, и не только, даже студентов, вот, когда я преподавал, то подход совершенно другой, подход тот, что работодатель должен заинтересовать сотрудника, он должен его мотивировать, он должен доказать, что как раз, что это то место, там, то есть он должен показать, насколько он достоин, да, такого сотрудника, на самом-то деле. Мне кажется, это зависит от того, есть ли у нас выбор, скажем так. Мне кажется, в 90-х, может быть, все, включая вас, проходили через это, потому что, может быть, не было или мало было других альтернатив, да, либо у вас, у кого-то там еще было, как бы, жгучее желание работать именно вот в этой организации, да, такое тоже бывает. Но мне кажется, что когда у тебя есть выбор, и когда ты можешь, скажем так, работать в более комфортной для себя атмосфере, скажем так, да, там, в другой организации, в которой нет смысла, как бы, проходить через все это, потому что это, как бы, у нас рынок насыщается в какой-то степени, да, там, работодатели уже, как бы, хантят, да, вот, вот, за разными, там, скажем так, сотрудниками, кто-то кому-то нужен, поэтому в этом плане идет конкуренция между уже организациями за хороших сотрудников. И если, как бы, тебе пришли и сказали, вот, вот, какие-то, такие-то условия, то у тебя, ты можешь, как бы, выбрать свободный график, ты можешь, как бы, какие-то, вот, тебе преференции, не только финансовые, да, там, в рабочем плане. Мне кажется, нет смысла, как бы, держаться за место и говорить, что нет, я должен проходить все эти, как бы, все эти этапы, чтобы стать кем-то, да. Ну, это, как бы, зависит от наличия выбора, мне кажется. В чем разница в подготовке, например, между, вот, подготовке специалистов-международников казахстанского образования, да, который идет в казахстанском образовании, и зарубежное? Есть ли какие-то принципиальные отличия, вы заметили? И, знаете, вот, как продолжение этого вопроса, вот, смотрите, вы молодой специалист, да, ну, за плечами уже, скажем, степень, и вы приходите в аналитическую структуру, что вы можете дать как специалист? То есть, почувствовали ли вы, что вы прошли, вот, когда я начал, помните, первый у меня вопрос, почувствовали ли вы, что вы прошли новую школу, что, что меня, что другая методология, да, подхода, что, скажем, другие инструменты анализа, и насколько это было востребовано работодателям? Ну, я могу сказать, что есть же ситуация, что я вот вижу, что в целом в МЭП достаточно молодой состав, и там он такой, совершенно другой формат работы, более динамичный, более восприимчив к изменениям, но бывают же костные структуры, да, у нас есть определенные костные мозговые центры, и которые совершенно не приимлют ничего нового, они привыкли работать по-старому, там, ну, не, трудно сказать, что не дружескому компьютеру, но, тем не менее, сейчас есть, да, большие данные, big data, да, совершенно новые инструменты, которые были недоступны раньше. Вот, что новое? Первый вопрос, а что, вот, принципиальное отличие между подготовкой кадров в Казахстане и за рубежом? Мне кажется, опять-таки, если мы говорим об университетах, о степенях, допустим, PhD, магистратура, там еще, я вижу три, вот, основные, вот, ключевые моменты, да, это первая инфраструктура академическая, либо научная, такого у нас нет, ну, я не знаю, может быть, есть какие-то отдельные вузы в стране, которые могут себе это позволить, потому что это очень дорого, во-первых. Эта инфраструктура включает в себя библиотеки, постоянное обновление книг, книжного фонда, постоянный доступ, как бы, базам, всяким онлайн-базам, это наличие лаборатории для тех, которые, вот, химики, которые физики, это, как бы, наличие вот этих реагентов, которые, вот, это все, 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 все очень важно, это очень, как бы, определяет, насколько можно заниматься наукой в той или иной организации. В этом плане все, почти все вузы Великобритании, начиная вот от Оксбриджа, да, заканчивая вот средними вузами, у них все, у всех есть доступ в этом плане. Если какая-то вышла, вот, книга, допустим, по твоей специальности, вот, вчера, и тебе нужно ее получить, ты можешь просто пойти в библиотеку и заказать. Тебе бесплатно доставят книжку через неделю где-то так. Если какой-то, ну, в этом плане, да, это очень важно, мне кажется. И потом идет постоянное обновление. Сейчас наука очень динамична. То, что было актуально 5 лет назад, может устареть через 5 лет или через 10 лет еще в этом плане. Поэтому вот обновление постоянно, постоянно и нужно. Второе отличие, мне кажется, это менторы, условные менторы, с которым ты там работаешь. К сожалению, к сожалению, во многих казахстанских университетах преподаватели — это только преподаватели. Они как бы приходят, как бы дают тебе, ну, как бы лекцию, да, как бы говорят о каких-то, может быть, актуальных темах, но иногда вот устаревшие какие-то данные используются, устаревшие какие-то, я не знаю, понятия либо концепты используются. Но мало кто из них серьезно занимается, не то что занимается наукой, а могут как бы производить хорошую научную работу, да. То есть вы не заметили, что за рубежом преподаватели используют старые конспекты, да, которые там лет 5 назад использовали, возможно? Это не вот, допустим, один пример, да. Когда мы вот обучались в бакалавриате или в магистратуре, вот теории международных отношений, да, что мы там проходили? Мы проходили про реализм. Хотя реализм на Западе — это уже давно-давно устаревшая, ну, не то что устаревшая, как бы одна из самых старых теорий именно в международной политике, в международных отношениях. Мы, я не помню, кто, чтобы кто-то нам рассказывал про неоколониализм, про конструктивизм, про какие-то critical theories, да, там критические какие-то теории. Этого ничего не было. А там это включает, я преподавал, помню, с первого года бакалавриата студенты уже к этому, как бы, потихоньку подходят. Второй курс у них уже идет полностью, вот теория международных отношений. Вот в этом плане, что вот мы, кажется, иногда вот остались там где-то в 90-х, вот те забитые вот про вот Центральную Азию, great game, да. Опять-таки, если пойти у нас в наши вузы, в факультет международных отношений, я подозреваю, что вот основной тезис, когда они преподают про Центральную Азию, это до сих пор the new great game, да, что вот эта большая... Хотя это тоже уже давно устаревшая, как бы, концепция, и сейчас мало кто рассматривает вот Центральную Азию через эту призму. Вот такие вот моменты. Ты понимаешь, что вот у нас, наверное, к нам наука идет, как бы, дольше, да, что вот то, что там было где-то 5 лет назад, у нас только-только об этом говорят. И твои менторы в этом случае — это те люди, которые производят эту, как бы, науку, которые делают это. Допустим, у тебя, может быть, там, лектор-ментор тот, который, там, впервые заговорил, ну, был одним из тех, кто внес, как бы, существенный вклад, я не знаю, в critical theory, да, у нас вот профессор работал. Либо могут быть крутые специалисты, как бы, WorldNound, да, которые заложили вот изучение терроризма, как бы, в Великобритании, тоже у нас в нашем университете, вот, один из первых центров по изучению терроризма и political violence, там, политическое насилие. Вот такие вот люди, когда ты на них смотришь, когда их читаешь, когда ты их слушаешь, это тоже, как бы, очень сильно влияет. Третий момент — это отношения, мне кажется, самих студентов. Это у нас, у студентов в наших вузах и студентов там, как бы, разные отношения к учебе, к науке, вообще к тому, к университету в целом. Зачем они там? Вот, мне кажется, вот эти. Они понимают, для чего они поступают, да, на международные отношения? Они, да, они понимают, они осознанно, как бы, приходят, ну, многие, да, скажем так, я не скажу, что прям все 100%, те, которые, вот, но многие понимают, многие требуют, многие смотрят на это, как на образование, на как услугу. Получается, я плачу, либо, как бы, мои родители, как налогоплательщики, платят там какую-то сумму, получается, вы мне обязаны вот это вот предоставить. И, получается, они хотят, чтобы вот у них были качественные, как бы, лекции, качественные преподаватели, вот, все условия, чтобы это. А у нас, как бы, многие поступают, потом, как бы, преподаватели, наоборот, гонятся за студентами, там, почему ты вчера был, почему сегодня не пришел, почему, как бы, ну. Ну, хорошо, смотрите, это образовательный процесс, но, вот, представим, каждый из молодых специалистов, это Петр Первый, да, который поехал за рубеж учиться, там, к корабельному ремеслу, приехал в страну и начал внедрять. Вот, как с внедрением, вот вы привезли новые знания, да, вы обладатель, носитель новых знаний, скажем, новой методологии, более современной, там, даже с точки теории международных отношений, и теперь вы столкнулись с реальной практикой, когда надо написать какую-то, там, аналитику, да, вот, например, ваше видение, как развивается, там, ситуация, там, в отношении, там, России, Запада, Китая, США, их взгляды, ну, поотносительно Центральной Азии. Вы, у вас есть возможность, была, внедрить, использовать вот эти инструменты, они востребованы у нас? И да, и нет, я скажу. Они востребованы, если тебе дадут, скажем так, ну, по крайней мере, в моем случае, да, что, если у тебя будет, потому что хороший аналитик, во-первых, требует достаточного времени, да, там, чего-то, там, что-то анализировать, что-то подсказать, нужно, как бы, долго думать, ну, в какой-то степени. А у нас зачастую бывает в государственных структурах, что вот тебе дают задание, а срок было вчера. Получается, в этом плане надеяться на какую-то, скажем так, качественную работу очень сложно. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что все-таки у нас есть отличия именно в плане работы именно в аналитических центрах, think tanks, там, мозговых центрах, и именно в академической среде, да, там, там, письмо различается, там, как-то, как стиль писания, да, аналитика очень различается. И мне было очень, как бы, не совсем комфортно в начале, когда вот поступил в МЭП, ну, как бы, устроился в МЭП, начал работать, переключиться сразу вот с такой вот научной риторики, да, с научной аналитики именно на прикладную. Это было очень сложно. Вот я помню, что вот прям сложно было сразу подстроиться. Ну, со временем, мне кажется, что я много чему там научился именно в плане написания прикладной. Там, конечно, никто не будет читать 20-страничные твои записи в прикладной аналитике. Там нужно максимум, там, полтора-две страницы, да. Вот в этом была, как бы, тоже сложность лично в моем случае. А так, мне кажется, что в целом, там, если говорить о каких-то методах исследований, о какой-то методологии, там не должно быть никаких проблем, потому что методологии, они-то, как бы, везде одинаковые, они же везде работают, да. Вот, думаю, там, методология, которую используют, там, британские аналитики, не может быть сильно, как бы, другой, чем то, что мы используем здесь. В этом плане я не вижу никаких проблем. Единственное, вот, что какие-то моменты такие могут быть, что, вот я сказал, там, по времени, по тому, как нужно это привыкать, переключаться. Только в этом плане, а так, фундаментально, каких-то отличий я не вижу просто. Сейчас вот зрители возмущаются, скорее всего, будут возмущаться, но я хочу задать этот вопрос. Смотрите, вот в советские времена было понятие благонадежность, да, это человек, который уехал за рубеж, его потом очень долго проверяли, там, что он, какие контакты, какие он связи, да, и вообще не повлияло ли его, на него, там, воздух свободы, как там, там, плейстеры, да. И вот смотрите, ну, фактически уже практически 30-й год, да, ну, 30-летие наши студенты выезжают за рубеж, приезжают, возвращаются и даже возглавляют министерство. То есть это уже не в диковинку, это совершенно естественно, когда люди поднимаются и занимают высокие посты в государстве. Но, например, в сфере аналитики, например, естественно, что вы обучались на Западе, да, ну, кто-то обучается, там, в Китае или в других странах, ну, лучше, он лучше узнает культуру, да, понимает, как действует, там, механизм, как бизнес работает, госаппарат. И, естественно, приезжают сюда, но для многих характерный такой, знаете, критический подход, критический взгляд к той действительности, которую они здесь увидели. И многие, по сути говоря, не могут встроиться из-за, вот, я не скажу, что это ценностные, да, противоречия, но из-за несоответствия той картинке, из-за того, что жизнь сильно изменилась с тех пор, как он уехал. Но так или иначе, вот, многие не могут работать в госорганах, потому что реальность другая совершенно. И вот не замечали ли вы за собой, например, в своем анализе, да, скажем, было ли такое, что ваше понимание реальности, ваш анализ ситуации, что он мог различаться, скажем, с принятыми здесь подходами, мнениями, которые высказывались на круглых столах, скажем, другими экспертами. Ну, не обязательно там всего возрастных причин, но много конференций со всего Казахстана собирается, иностранная, да, вот вы же говорили, что grid game, да, большая игра. Насколько различает этот, есть различия в подходах, или же все же это не так существенно, и, скажем, что этот контраст, на него не обращали внимания, скажем, ваши товарищи по экспертному сообществу. Именно что касается вот аналитики, тех мыслей, которые мы публично высказываем, вот, в той или иной сфере, мне кажется, там, в моем случае, опять-таки, не было никаких вот фундаментальных, скажем так, разногласий с кем-то, да. Я, по большому счету, работал по отношениям Европейского Союза с Центральной Азией, то, что диссертацию я писал. И у нас очень много хороших экспертов, которые именно в этом направлении работают. И я не думаю, что у нас, как бы, есть какие-то фундаментальные отличия в видении, как бы, ситуации, того, что происходит в отношениях Европейского Союза с Центральной Азией. Я не вижу, я не думаю, что, скажем так, да, у нас могут быть какие-то разногласия по некоторым второстепенным, скажем так, вопросам, что вот, нужно ли Европейскому Союзу дальше углублять отношения, или это не нужно. Вот такие вот какие-то моменты. Но таких вот фундаментальных отличий я за собой и за другими вот старшими коллегами, которые вот работают по той же теме, я никогда не замечал. А вот что касается именно вот ожидания реальности, да, и как бы очень много людей, которые возвращаются сюда, в Казахстан, после пяти-шести лет или бы там двух-трех лет обучения, они, как бы, попадают в ноги в новую реальность. И, как бы, учатся заново, скажем так, встроиться в общество, в систему. Да, я даже знаю некоторых людей, которые, как бы, на некоторое время, ну, скажем так, потеряли себя, да, после возвращения. Ну, это в основном те люди, которые уходили, как бы, сразу после школы. Получается, ты еще молодой, так бы, ты не выходил толком за пределы своего города, либо своего округа, аула, там, еще что-то. А потом ты сразу поехал, скажем так условно, в Лондон, в Нью-Йорк, а ты там прожил пять лет, вернулся, а, оказывается, Казахстан не такой, как ты себе представлял. Ну, такие вот, тогда люди терялись. А я уехал туда, когда мне уже было за 25, в принципе, у меня это был осознанный шаг. Я потом, даже там, находясь там, я очень часто сюда приезжал, на полевые исследования, там, ездил по региону. Поэтому у меня не было этой оторванности от реальности. Поэтому, как бы, это... Ну, это такое часто бывает, мне кажется. Вы писали диссертацию по политике Европейского Союза, да, и отношениям с Центральной Азией. А у вас есть возможность, да, по возвращению, продолжать исследование по этой тематике? То есть, сохранять вот эту некую специализацию исследовательскую? Или же, все-таки, вам приходится сейчас заниматься другими вопросами? Это, опять-таки, зависит от места, где ты работаешь. Получается, в предыдущем месте работы у меня, как бы, не было такой возможности, чтобы я продолжал, да, там, что-то изучать по этому. Да, я регулярно слежу за новостями, следил в то время за новостями, там, что происходит в отношениях, что происходит в Европейском Союзе, там, какие-то политические, экономические вопросы. Это да. А сейчас уже, как бы, у меня более, скажем так, гибкая работа в этом плане, в плане исследований. И я отчасти продолжаю именно вот дальше развивать, да, что в этом плане вот я хочу сохранить специализацию, потому что, мне кажется, это самое главное, что ты, как исследователь, особенно как молодые исследователи, да, ты должен хорошо знать вот одну сферу, очень хорошо знать. А потом уже ты можешь, когда у тебя уже какой-то багаж получится, ты можешь уже дальше развиваться в другие, там, в другие направления, там, переходить на другие темы. Я вот вижу, вот во время вашей учебы, обучения, да, вы принимали активное участие вот практически во многих ведущих международных конференциях по направлению, там, по этой теме, да, по политике Европейского Союза, и причем не только на территории Великобритании и на территории, там, других европейских стран. В целом, какое понимание, вот, да, мы знаем, Европейский Союз сформулировал свою стратегию общерегиональную, но как оценивается сейчас эта стратегия в самом Брюсселе? Дело в том, что здесь мы, понятно, что мы здесь видим, у нас один взгляд, но какой взгляд научного, экспертного сообщества, которое высказывается на конференциях, там, в кулуарах, да, скажем, понятно, что они, каких-то высказываний, могут быть комплементарны по отношению к нашим дипломатам, но, тем не менее, как они видят свою стратегию в нашей регионе, насколько она эффективна с их точки зрения? Есть общее понимание, что Центральная Азия, это, как бы, имеет второстепенное, либо третьестепенное значение для Европейского Союза в целом. Мы не Центр Земли, да? Нет, нет, мы не пункт Земли, мы не Центр Земли, и мы, скорее всего, только сердце Евразии, только в географическом смысле этого слова. А так, мы периферия, это нужно, как бы, мне кажется, это уже всем, как бы, понятно, даже здесь, да? В этом плане там не ждут такого, что вот европейская, вот с принятием стратегии, там что-то сильно поменяется в политике Европейского Союза. Нужно понимать, что принятие стратегии, вот новой стратегии в 19-м году, в прошлом году, это было в основном продиктовано тем, что вот в 16-м году Европейский Союз принял, как бы, the global strategy, да? EU global strategy. Это глобальная стратегия Европейского Союза. В рамках этой глобальной стратегии они начали потихоньку, как бы, обновлять все региональные, как бы, документы, которые у них были. В том числе, вот, включая вот стратегию для Центральной Азии. Но это не предполагает никаких каких-то больших политических изменений, вот, в курсе Европейского Союза. Это не означает, что вот Европейского Союза вдруг, как бы, вырос интерес к региону. Нет, это просто, как бы, рабочие моменты. Нужно было обновить ту старую стратегию с 7-го года уже, потому что, как бы, 15 лет, 12 лет. Речь шла очень долго о принятии новой стратегии. Помню, даже после вот 13-го года говорили об этом. Потом в 15-м году, когда Латвия была председателем, она тоже, как бы, пыталась пронести вот этот документ. Ну, как бы, не получалось. Вот после вот стратегии глобальной они стали все это менять. И вот экспертные сообщества Европейского Союза все это понимают, но в то же время они, как бы, надеются, что в каких-то аспектах, да, каких-то маленьких аспектах Европейский Союз все-таки сможет что-то улучшить, эффективность улучшить, какие-то, может, какие-то видимые эффекты, может, в регионе получится, что вот... И очень часто Европейский Союз критикуется вот за провал, не провал, но за политику в сфере демократии, в сфере good governance, да, там, верховенства права, которые здесь. Вот все эти проекты, они в основном, как бы, традиционно критикуются теми же европейскими экспертами. Вот у нас, смотрите, у нас принято считать, что Европейский Союз это не геополитический игрок в регионе. Ну, возможно, в других регионах, да, но здесь больше он сконцентрирован на других вопросах. В целом, какие у них ожидания? Ожидают ли они, скорее, что, там, установление демократии у нас? Ожидают ли они, или, там, есть ли у них пессимистичное ожидание, что мы, скажем, будем углублять отношения с Россией, да? То есть мы для них сосед-соседы, да, фактически? Да, соседи-соседы. Да, и вы, вот, то, что мы уже сказали, что мы все-таки далеко не центр земли, но какими видятся перспективы с их точки зрения? Как это будет все развиваться с вашей точки зрения? Наши отношения в дальнейшем? В 16-м году я ездил в Бруссель, получается, в рамках полевых исследований я был в Брусселе, и мне удалось, к счастью, встретиться со всеми, скажем так, чиновниками Европейского Союза, которые так или иначе имеют отношение к Центральной Азии. Это у них есть Central Asian Division, там Европейский парламент, там есть комитеты, есть Казахстан, получается, есть Успекистан, есть Кыргызстан, вот такие вот комитеты парламентские. Вот с ними встретился, вот есть еще Европей, да, который выделяет донорские проекты, проекты, ну, как бы, донорские проекты в Казахстане, там, в Центральной Азии, вот со всеми удалось встретиться. У них четкое понимание, кто мы есть, как бы, в Центральной Азии, да, и как, в каком направлении с нами нужно, как бы, развивать отношения. У Европейского Союза есть определенные интересы в регионе. Это, в первую очередь, безопасность. Это безопасность наркотрафик, это безопасность терроризма, это безопасность, вообще, стабильность в регионе, да, чтобы не было... Потом, вот, после 15-го года, вот, этих потоков мигрантов, это, вот, вопрос миграции тоже очень стал... Конечно, Центральная Азия, никто не думает, что, вот, как бы, хлынет отсюда беженцы в сторону именно Европейского Союза, но в то же время они, как бы, стали больше уделять внимание на, вот, вопросы миграции. Вот все эти вопросы у них, как бы, вызывают, вызывают озабоченность, как бы, да, и в этом направлении, в этих направлениях они хорошо работают здесь, выделяют какие-то деньги. Ну, мы можем, конечно, поспорить, насколько они эффективно реализуются, но это, как бы, другой вопрос. Пока что они, как бы, пытаются. Но в то же время у них нет такого, что, вот, мы должны, как бы, стать актором номер один в Центральной Азии, потому что у них, опять-таки, четкое видение того, что, где мы находимся, да, вот, рядом Россия, рядом Китай, насколько далеко мы находимся от Европейского Союза. Был тезис очень популярен, вот, когда вот приняли первую стратегию. Тогда, да, был какой-то оптимизм, потому что тогда в 2004 году Европейский Союз увеличился, вот, на восток. А потом, вот, страны Восточной Европы, вот, шесть стран, которые Белоруссия, Молдова, Украина и Кавказ, три страны, они были включены, как бы, они стали соседями Европейского Союза. Вот через соседей, через дверь теперь мы Центральная Азия. Тогда хотели, думали, скорее всего, что вот такое же направление позитивное продолжится. Сейчас такого нет. Они понимают, после 2014 года особенно, понимают, что вот, скорее всего, не только мы, даже вот страны, вот, ИНП, да, Восточного партнерства, они, как бы, тоже не будут в скором времени полностью странами, которые, вот, демократичными. Другой вопрос был, вопрос энергетики, да, вот, то, что газ, то, что вот у нас нефть. Ну, это тоже вопрос уже отпал, потому что, вот, они уже убедились, что невозможно будет построить газопроводки с Туркменистана, вот, Европейский Союз. Тот же Набука, он, ну, сейчас никто не вспоминает, что это был за проект. А что касается нефти, как бы, они могут купить нефть, как бы, везде, где захотят. Ну, это, как бы, Казахстан, как основной поставщик. Ну, это, как бы, уже налаженные какие-то механизмы, да, даже без оглядки на политику это, как бы, уже идет. И в самом Европейском Союзе уже, как бы, увеличивается, уменьшается спрос на энергоносители. Вот, КАЗ, в том числе и Европейский Союз. Как бы, есть тенденция вот к снижению. Вот, в этом плане, вот, они понимают, что мы соседи-соседи, и мы останемся соседями-соседи. Вот некоторые, вот, у нас тоже, помню, писали, вот, в том числе наши коллеги, вот, когда в 2014 году, у них же бюджет каждые 7 лет, по-моему, обновляется. Вот они выделили 1 миллиард евро на 14-20-е годы, а вот 7-13-е годы было там 750, ну, как бы, увеличение, да. И многие писали, как бы, у нас в регионе, что вот, как бы, увеличивается интерес. Но в то же время мы соседи-соседи, мы можем сравнить, допустим, сколько Центральная Азия получает от Европейского Союза со странами, как бы, региона Сахель, да, это Субсахара. Это они тоже соседи-соседи. Там одна страна, по-моему, Нигер только получает больше, чем Казахстан и Узбекистан вместе взятые, да. В этом плане, как бы, мы соседи-соседи, но внимания, как бы, получаем в то же время меньше, чем вот Субсахара, допустим. Это примерно так, что вот в этом плане все продолжится, мне кажется, не будет никаких каких-то больших изменений. Если что-то опять не произойдет, там, очень сильное, да, там, что может встряхнуть всех, ну, как было в Украине, да. А так я не вижу, чтобы здесь что-то менялось именно в политике Европейского Союза и стран Центральной Азии. Вот смотрите, в политике, ну, в отношениях наших стран, да, был период, когда, скажем, ну, когда страны Европейского Союза, ну, и в этот период США, они заметно снизили, скажем, уровень критики по вопросам, там, прав человека, развития демократии, да. Но этот период длился недолго, и сейчас наступает некий период, когда, то есть к нам уже не относятся, как, скажем, к молодым государствам, а уже начинают относиться, как к таким нормал-стей, да, как к нормальным государствам, и которые должны уже полностью нести ответственность, там, за свою судьбу, там, уже мы не смотрим, ну, нас не смотрят, как на слабых, которые, которым необходимо выделять какие-то гранты, кредиты на помощь, на развитие, да. И, естественно, возникает вопрос, вот в этой ситуации не увеличится ли вновь критика по этим вопросам, по ценностным вопросам? Я, вот, со стороны США, да, мы, скорее всего, видели, да, что вот, вот, когда вот пытали Northern Distribution Network через Успекистан провести, вот, там была, как бы, риторика чуть-чуть изменена. В случае Европейского Союза там разные акторы, мне кажется. Если мы берем позицию Европейской комиссии, это, как бы, главное, как бы, видимое лицо, да, вот, Европейского Союза, вот, в том случае, да, мы, вот, очень много критиковали Борозов, допустим, в 11-12-м годах, потому что, ну, он, как бы, приезжал в регион, как бы, да, не обращал внимания на какие-то, вот, политические моменты. Вот, вот, многие НПО, многие журналисты, многие эксперты, вот, европейские, критиковали за это. Потом в прошлом году, помню, Туск приезжал в Казахстан, потом поехал в Узбекистан, в Таджикистан, мне кажется, да, да. И тоже очень было много критики, он был в Совете Европы, получается, очень много было критики. Вот, вот, в Таджикистане как раз у нас тоже проходили, как бы, митинги, вот, на фоне выборов президентских тоже очень много, вот, НПО, опять-таки, зарубежные журналисты, зарубежные эксперты критиковали очень. Но это всегда будет, мне кажется. Вот, я именно спрашиваю вот такой вот вопрос, вот, потому что Европейский Союз всегда обвиняет в том, что иногда, как бы, идет на компромиссы, вот, вот, в этих вопросах, чтобы в угоду каких-то экономических и энергетических интересов. Я об этом спрашивал вот тех, которые вот встречались, но у них четкое видение, что четкая позиция, ну, как мне показалось, что если что-то серьезно происходит в регионе, они об этом говорят. А так они, как бы, у них нет, скажем так, тех ресурсов, каких-то рычагов, чтобы надавить, кроме риторики, как бы, в принципе, Европейского Союза в этом плане очень, что мало, что может Европейский Союз сделать. Да? Вот есть Европейский Парламент, где, как бы, эти голоса звучат, как бы, настырнее, скажем так, чаще. Вот депутаты особенно очень часто выступают, вот, именно с критикой в адрес центрально-азиатских стран, восточноевропейских стран, вот, ЕНП, страны с этой критикой. И мне кажется, тоже, опять-таки, не стоит ожидать такого, что, как бы, нам сложно будет уже вести диалог с Европейским Союзом, именно из-за того, что, вот, будет больше критики. Женевик, вот смотрите, вот мы в регионе, да, достаточно комплементарно оцениваем поиск и путь, да, проект, предложенный КНР, и, ну, видим, там, отмечаем важную роль, да, там, наших стран. И, в то же время, есть оценки, которые, там, демонстрируют, ну, такие, что и в Европе этот проект, скажем, польза и поддержкой, да, и мы знаем, что и Китай, он достаточно активен, был, скажем, в странах Восточной и Центральной Европы, там, там, скажем, возьмем известный, там, формат 16 плюс 1, но, но так ли это, например, ну, насколько, на Ваш взгляд, вот, те оценки, которые у нас звучат, они соответствуют истине? Не поменялось ли тренды, ситуация, то есть, все-таки для Казахстана же это важно, мы видим себя транзитной стороной, да, стороной, через которую, там, ну, идет транзит, там, контейнерные перевозки, и строим на этом какие-то долгосрочные прогнозы. Стоит ли нам быть, там, оптимистами, да, не завернут ли однажды, скажем, эти контейнеры назад? Насколько Китай сейчас важен для европейского, ну, вообще для европейских стран? Ну, если брать... Особенно вот на фоне, вот, то, что сейчас происходит, там, торговая война, да, между Китаем и... Как вы думаете? Если брать отдельные европейские страны, некоторые из них готовы сотрудничать с Китаем, да, они готовы, как бы, китайскому капиталу, чтобы они, китайский капитал, выкупал у них какие-то стратегические объекты, это заводы, это порты, это еще какие-то, вот, как бы, активы, да, Это, допустим, это началось вот с Греции, где был экономический кризис, вот, восьмом-девятом, ну, как бы, долгий кризис. Вот это касается вот стран Восточной Европы, Польши, Чехии, это касается отчасти Италии, Португалии, Испании. Вот те страны, которые, как бы, испытывают сложную экономическую ситуацию, да, переживают, где наблюдается какой-то застой экономический, либо даже кризис, эти страны более открыты к китайскому капиталу, к китайскому бизнесу. Есть страны Северной Европы, которые активно против этого выступают, в том числе сам Брюссель, официальный Брюссель. Германия выступает очень, как бы, жестко по отношению вот китайских фирм, которые, китайские компании, которые выкупают эти активы по всей Европе. Это касается вот скандинавских стран, это Франция, Великобритания когда-то тоже выступала. Поэтому это из-за того, что вот Европейский Союз, это коллектив из 27 стран, это очень сложно, как бы, внутри себя координировать по ее политику отношения Китая. И был прецедент, вот, когда китайские компании стали выкупать технологические какие-то европейские компании. В Германии заблокировали, если я не ошибаюсь, там как минимум 2-3 таких вот договоренностей. Потом выступали очень жестко против Huawei, 5G, но потом это, как бы, сменили тон и разрешили все-таки, как бы, Huawei работать в этом направлении, но с контролем. Там будет жесткий контроль именно за китайскими компаниями. С другой стороны, есть, опять-таки, в прошлом, нет, в 2018 году, в сентябре, состоялся саммит А7 в Брюсселе. Там приняли стратегию, как бы, недолго до саммита, стратегию Европейского Союза по взаимосвязанности. Это connectivity strategy, да, называется. Это, как бы, было воспринято, как ответка, именно, вот, поиску пути Китая. Там те же мысли, в целом, что, вот, мир стал взаимозависимым, нужно развивать, как бы, связи между регионами, между странами. Но в то же время, там есть, там Китай, как бы, открыто не критикуется, но там есть упоминание, что, вот, все эти дороги, которые строятся, вся эта инфраструктура, она должна быть устойчивой. Что страны, которые, как бы, получают кредиты, скажем так, они должны быть устойчивы к debt crisis, да, что, вот, чтобы у них не было, там, больших долгов перед Китаем. Ну, там, опять-таки, Китай открыто не называется, но это камень в сторону Китая. Затрагивается вопрос экологической устойчивости вот этих вот проектов, да. Опять-таки, это тоже адрес камень в сторону, в огород Китая, что, вот, потому что очень много по этому поводу говорилось, что, вот, китайские проекты нарушают, как бы, наносят вред, да, экологии. Вот это была, как бы, попытка ответить Китаю, вот, ответить поиску пути. Но там проблема в этом. Там непонятно, как все это будет реализовываться. Да, стратегию обозначили, основные, как бы, направления обозначили, все хорошо. Но кто это будет делать? Как это будет делать? Где деньги возьмут? Потому что, как бы, это же все упирается финансами, инвестиции. А в Европе, в самой Европе, очень мало стран, которые могли бы профинансировать вот такие вот объемные, скажем так, объекты, инфраструктуры, там, digital connectivity, да, что вот цифровая. Там очень много аспектов, в этом плане совпадает. К сожалению, сейчас непонятно, что стало со стратегией, насколько вот они об этом, о стратегии забыли, или насколько они дальше работают. Ну, как бы, стратегия осталась пока что на бумаге. Мне кажется, это маловероятно, что в скором времени Европейский союз сможет предоставить что-то весомее, чем Китай. Потому что Китаю удалось, как бы, все это завернуть так, что вот объединить все вокруг бренда Beiride, да? Женебек, наша передача подходит к концу. Но я вижу, что у нас с вами, как есть тема для беседы, даже на несколько передач, поэтому я думаю, мы еще с вами продолжим этот диалог. Поэтому я хотел бы пожелать вам успеха в вашей исследовательской деятельности, ну и в экспертной деятельности. Все-таки вы сейчас, я смотрю, больше концентрируюсь на ресерч, но тем не менее… Да, у меня как бы направление не так. Да, но я думаю, что в целом одно другое не исключает. И в целом пожелать вам успеха. Спасибо большое. Дорогие зрители, наша передача подходит к концу. С вами был Аскар Нуршай, передача «Казахстан и мир». Вы можете увидеть эту передачу на YouTube, на нашем сайте. С вами было общественное радио, радиометрикс «Казахстан». Благодарю за внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова